Разрабатывая четвертое поколение Mercedes-Benz C-класса, получивший индекс 205, в компании, видимо, решили, что даже компактные автомобили должны выглядеть, ну, примерно точно так же, как флагманские модели. Потому вот этот Mercedes-Benz стал не только крупнее предшественника, но и похож на тот же E-класс, а в некоторых странах считают его даже мини-S-классом. Интересно, а в затратах на обслуживание он тоже мини по сравнению со своими старшими собратьями? Об особенностях эксплуатации и типичных болячках рестайлинговой версии четвертого поколения Mercedes-Benz C-класса я сейчас расскажу. С вами Петр Баканов и программа «Поддержанные автомобили». Сфокусироваться именно на рестайлинговой версии я решил неспроста. Дело в том, что в разных ипостасях четвертой C-шки предлагалась настолько широкая линейка двигателей, что в рамках одной передачи ее просто невозможно рассмотреть в подробностях. Поэтому сегодня мы изучим наиболее свежую версию четвертого поколения, а к дорестайлинговым машинам обратимся как-нибудь позже. Кроме того, я ставлю за рамками программы модификации AMG, и этот самобытный мир также заслуживает отдельного разговора. Рестайлинговый C-класс в 205-м кузове был представлен в Женеве в 2018 году и продавался вплоть до 2021 года. Изменения коснулись не только внешнего вида автомобиля, но и технического оснащения. В частности, широко использовавшуюся прежде 7-ступенчатую автоматическую коробку передач полностью вытеснил 9-ступенчатый агрегат 9G-троник. Помимо прочего, появился и новый рядный бензиновый двигатель М264. В Россию Мерседес официально поставлял только бензиновые рестайлинговые машины в четырех типах кузова. Седан, универсал, купе и кабриолет. Причем последние были только полноприводными. У всех остальных момент мог передаваться как на заднюю, так и на обе оси. А вот коробка передач повсеместно была лишь автоматической. Шестиступенчатая механика, увы, до нас так и не доехала. Но вернемся к мотору М264. Автомобили комплектовались одной из двух его модификаций. М264Е15DEAL объемом полтора литра в двух вариантах мощности ставили на гибридные полноприводные седаны и купе. Кабриолетам полагалась только младшая версия мотора. Двухлитровая модификация М264DE20AL устанавливалась на заднеприводные седаны и полноприводные гибридные купе. Вторым основным мотором модели стал применявшийся еще до рестайлинга и хорошо известный в кругу поклонников данной модели рядный бензиновый четырехцилиндровый двигатель М274 в двух модификациях. Младшая М274DE16AL ставилась на заднеприводные седаны, универсалы и купе. А старшая это М274DE20AL только на полноприводные седаны. Тем же, кому этого было мало, предлагали заряженные вариации АМГ, где безраздельно царствовали трехлитровый М276 и четырехлитровый М177. Но их, как я уже сказал, мы обсудим как-нибудь в другой раз. Сегодня только гражданские модификации, которые, кстати говоря, после ухода бренда с российского рынка, пополнились неофициально импортируемыми дизельными версиями. Наиболее популярная из них оснащена четырехцилиндровым рядным ОМ-654DE16GSCR объемом 1,6 литра. С него-то мы и начнем. Как и любой современный дизельный двигатель, соответствующий самым последним нормативам евро, он оснащен довольно мудреной системой очистки выхлопа, с которой, к сожалению, придется помучиться. Зафиксировано немало выходов из строя на пробегах до 100 тысяч километров датчиков оксида азота. А до этого срока может подкинуть проблем трубопровод системы AdBlue. Но все-таки основная болячка 654-го – низкий ресурс роликовых коромысел, так называемых рокеров. К 130-150 тысячам километров они приходят в полную негодность, из-за чего двигатель начинает работать неровно и теряет свою мощность. Описание данной проблемы в интернете можно найти по распространенному словосочетанию «пыхает во вкус». Действительно, если прислушаться к работающему двигателю, то можно услышать вот эти вот характерные звуки. Чтобы вернуть агрегату врожденную бодрость, придется заменить не только рокеры, но и гидрокомпенсаторы. Кроме того, диагностика может указать и на необходимость установки новых постелей, подшипников распредвалов и самих распределительных валов. Еще одна популярная проблема данного дизеля – попадание моторного масла в вакуумные трубки. Копий по ее поводу сломано немало, а сервисных бюллетеней и того больше. По последней информации, виновник – это обратный клапан впускного патрубка тандемного масляного насоса. Он подлежит замене. Кроме того, тщательной очистке нужно подвергнуть все вакуумные трубопроводы, включая основную магистраль. Как известно, «Мерседес» ушел с нашего рынка, а вместе с ним и дилеры с так называемыми официальными маслами. Но ведь техническое обслуживание автомобилей никто не отменял. Мы же хотим, чтобы наш «Мерседес» прослужил нам долго и без проблем. Поэтому масло здесь играет не последнюю роль. Уже известный вам немецкий производитель горюче-смазочных материалов «Рейнвелл» поможет подобрать достойную замену так называемым «мерседесовским маслам». Онлайн-сервис подбора покажет рекомендованную вязкость и допуски, исходя из конкретной модификации автомобиля. Укажите марку, модель, год и объем двигателя. Марке «Рейнвелл» можно доверять. За счет пакета присадок и быстрого поступления смазки ко всем деталям двигателя синтетические масла защищают мотор от износа и сокращают потребление топлива. В основе масел и технических жидкостей компании «Рейнвелл» лежат немецкие технологии, соответствующие европейским стандартам качества. А локализация производства в нашей стране позволила получить немецкий продукт по цене российских горюче-смазочных материалов. Бензиновые моторы 274-й серии – самые настоящие чистюли. Они приемлют только качественное топливо. Да и состояние топлива, подводящей магистрали, для них тоже имеет критичное значение. Поэтому проводить профилактические мероприятия необходимо регулярно. И ни в коем случае не катайтесь на сухом баке. Известно несколько случаев, когда поднятые свежей заправкой со дна грязь и отложения практически моментально убивали еще вполне работоспособные форсунки. Причем самое обидное, что помимо замены самих инжекторов приходилось менять еще и подающий модуль в топливном баке, потому что его фильтр был практически намертво забит. А отдельно, как запчасть, он не поставляется. Но все-таки самая главная история для 274-го мотора, который не избежала четвертая рестайлинговая цешка – быстро приходящий в негодность клапан вентиляции картерных газов и сопутствующие проблемы. В среднем срок его службы на этом двигателе составляет 60-70 тысяч километров. Эта поломка дает о себе знать преимущественно зимой. Ехал себе спокойно, ничто не предвещало беды. Как вдруг автомобиль внезапно начинает неадекватно реагировать на нажатие педали акселератора. То сбрасывая, то наоборот поднимая обороты, а то и вовсе теряя тягу. При этом зачастую, еще до появления вышеуказанных симптомов, в салоне появляется резкий неприятный запах. Как бы сам по себе. Это верный признак скорого коллапса клапана вентиляции картерных газов. Еще одним признаком скорой кончины злополучного клапана является появление на комбинации приборов ошибки P052-E71, которая звучит как клапан вентиляции блока цилиндров, имеет функциональные нарушения. Как только она загорелась, деталь надо менять незамедлительно, поскольку эксплуатация автомобиля с неработающим клапаном грозит увеличенным потреблением моторного масла. Причем неприятен не только сам факт расхода смазки. Масло уходит преимущественно во впуск оседая и на дроссельной заслонке, и на крыльчатке турбины. А особо внимательные и въедливые механики обнаруживали его даже на разъеме электронного блока управления, из-за чего последний сходил с ума и выдавал совершенно необъяснимые ошибки. Гадать и строить теории в этой ситуации нечем. Пришла пора заменить многострадальный клапан. А чтобы ремонт был полноценным, вместе с ним меняется еще и масляный сепаратор. Кстати, говорят, что не так давно вышла очередная ревизия. Но насколько она лучше предшественников, судить пока сложно. Из других классических напастей отметим, ну, во-первых, подклинивающую к 80-90 тысячам километров обгонную муфту генератора, протечки переднего сальника коленчатого вала, а также крышки газораспределительного механизма. Ну и, конечно же, ошибка клапана масляного насоса P06DA00, которая звучит как активация клапана масляного насоса двигателя внутреннего сгорания, имеет обрыв или электрическую неисправность. Но ее, по словам дилеров, можно игнорировать и просто удалить. Двигатели 264-го семейства, ставшие преемниками 274-й серии, еще сравнительно молоды. Их серийный выпуск был налажен в 2017 году. Поэтому о хронических неполадках собрано пока мало информации. Однако опыт эксплуатации 4-й рестайлинговой цешки позволяет выделить несколько типичных болячек. Среди них хандрящий на небольших пробегах в районе 30-40 тысяч километров датчик положения коленчатого вала. О возникшей проблеме свидетельствует ощутимый пинок при резком разгоне в диапазоне скоростей где-то от 70 до 130 километров в час. Причем происходят они, вот эти пинки, не каждый раз, но достаточно регулярно и с течением времени все чаще и чаще. Естественно, в памяти появляется ошибка по датчику и также ошибки по автоматической коробке передач. Однако дело не в автомате. Нужно поменять датчик, как все вернется на круги своя. Теперь перейдем к трансмиссии. Рассказ о коробке 9G-Tronic не займет много времени. Но не потому, что эта коробка нам в новинку, а потому что какими-то серьезными неполадками она вас вряд ли потревожит. Отработав детские болячки на более тяжелых Е, ГЛЦ, ГЛЕ и ГЛС классах, в С-класс данный автомат интегрировался практически идеально. Хотя, конечно же, отъявленных гонщиков из зоны риска исключать нельзя. Так же, как и неопрятных водителей, которые забывают каждые 40-50 тысяч километров менять в агрегате трансмиссионную жидкость. Правда, есть несколько жалоб на работу трансмиссии в пробках. Дескать, переключения передач происходили грубо и резко. В итоге всем автовладельцам, которые жаловались, меняли гидроблок по гарантии. Но нужно учитывать, что, во-первых, это были единичные случаи. Во-вторых, они не касались 205-х Мерседесов. И все это происходило на других моделях. И, в-третьих, скорее всего, пинки связаны с работой трансмиссии на загрязненной жидкости, которую следовало бы поменять. В остальном же 9G-троник хлопот не доставляет, позволяя накатать 250, а то и 300 тысяч километров до первого основательного ремонта. Беспроблемна и система полного привода «Ферматик». Однако, надо иметь в виду, что передние приводы редко служат больше 100-120 тысяч километров. Кроме того, при неаккуратном вождении, когда водитель буквально собирает на дороге все ямы, быстро приходит в негодность подшипник промежуточного вала передней полуоси. Речь идет о полноприводных модификациях. Нередко его меняли при пробегах в районе 40 тысяч километров. Однако, делаем поправку на то, что у нас в кадре представлена заднеприводная версия. А вот подвеска и ходовая часть рестайлингового 205-го будут требовать внимания достаточно часто. Так, например, пружины могут прийти в негодность уже к 100 тысячам километров. Причем они именно не проседают, теряя свою упругость, а именно лопаются. Ступичные подшипники здесь также не отличаются долговечностью 100-120 тысяч километров. Также для них зачастую становится предельным пробегом. Амортизаторы живут и того меньше 70-80 тысяч километров и на помойку. А зачастую их меняли при пробегах всего в 30-40 тысяч километров. Кстати, довольно большое число владельцев четвертой рестайлинговой цешки не устраивают характеристики демпфирования оригинальных амортизаторов. И они пытаются подобрать более подходящий аналог. Идем дальше. Рычаги спереди – еще одна притча во языцах. Бывает так, что уже к 30-тысячному пробегу они начинают поскрипывать и постукивать. И здесь каждый решает эту проблему по-своему. Например, одни смазывают сайлент-блоки или, как говорят в народе, шприцуют их. Другие меняют их на новые, а третьи меняют рычаги в сборе. Но, к сожалению, через какой-то момент история повторяется вновь. Вообще, сведения об источниках скрипа рычагов довольно противоречивы. Одни винят во всем крепеж шарового пальца, другие – уже упомянутый сайлент-блок. Что же происходит на самом деле, сказать сложно. Но в любом случае нужно быть внутренне готовым к увлекательному квесту с передними рычагами. Еще одна частая поломка 205-го – это неработающий подогрев сиденья. В этом случае причину поломки нужно искать под сидением, где находится блок управления. После 80-90 тысяч километров чуть ли не массово ломаются трапеции стеклоочистителей лобового стекла. Изнашивается пластик шарнирных соединений. Конечно, можно что-нибудь наколхозить. Но, как показывает опыт, долгосрочных решений самодеятельное творчество так и не придумало. Поэтому, если вы хотите забыть про данную болячку минимум на полсотни тысяч километров, купите лучше новую трапецию. Да, это будет недешево. Но вы же приобретаете Mercedes-Benz, пусть и не флагманский, но тем не менее премиальный автомобиль, обслуживание которого бюджетным даже в сегменте поддержанных машин назвать никак нельзя. Поэтому к предстоящим тратам лучше быть готовым заранее. Поводов, скорее всего, много не возникнет. Но вот если вдруг что-нибудь случится, то суммы, скорее всего, придется отдавать приличным. С вами была программа «Поддержанные автомобили» и я ее ведущий Петр Баканов. И помните, главное сделать правильный выбор. Поэтому выбирайте правильные автомобили вместе с нами. Желаю удачи. Продолжение следует...